а я я все все побыл мороз бачим сейчас солнце поднимется начнется ожог рабыться такие да тут сейчас уже видно все ребята саша такие мороз бабахнув ки сегодня число по моему 16 моему 16 октября был приморозок такие полосками бывший один приморозок ну це я не помню там по датам надо давиться все в сентябре ну щас вот в октябре ой потисончик замерз потисончик все ты заледенил к ты заледенил к уже все у вас оставлять дома смысла бодили надо убирать ботву все ну и кабачки чи ци господи баклажаны ну все отжили як говорится надо будет тоже вас уже вырвать и замерзли так замерзли баклажаны есть баклажаны есть ладно не буду я сейчас покажу есть баклажаны вот есть там баклажаны есть деякие есть веру дальше смысл оставлять нема все мороз уничтожим так же в октябре шибулы у нас урожай баклажан шибу рожай баклажан потисончик зайчик замерз ну ничего страшно если морожене мы в супы овощные готовим это черная редька зимняя зимняя черная редька что мои перцы ой ну скорее всего что надо да вырывать это все дело побачу я сейчас уйду по делам приеду побачу их состояние потому что это я знала что будет мороз потом потеплеше я то есть ночью уже где плюс два плюс шесть а так цей ночи поморозились листочки совсем а так цей ночи я выходила было минус три по моему сейчас 8 часов утра на градуснику в тени плюс два так хотела чтобы это зрели и бошки вам повыривала мы не конечно дойдут но лучше чтобы перед сам добра в сахару у меня еще есть ох а картошка это картошка конечно все побачу солнце поднимется на черное стане но видно было что местами были такие ожоги есть еще у меня это якин цукини тоже еще есть тут один а там есть еще больше я так по трохи рвала тут один а там уже видно примерс и еще больше еще больше золу надо будет брать мне колья я уже принесла с огорода так тут вырвала варила суп ну и тут должен быть да я его прикрыла старый ботвой я тебе уже тоже вырву вот так вот такие у нас кабачок ежевичка надо тогда уже будем не почистить из капусты у нас уже почти что ничего не осталось одни пеньки надо тоже убрать синю капусту синю капусту пробовала квасить очень вкусно получается эта синя капуста бачите это и не примерз это и примерз идемте ребята на город поднимемся стояли тут у меня снапы думала так чтоб волной воно трошки придерживало морозы потому что палить костры нельзя но можно было бы здесь у два часа ночи сделать такий як дым чтобы оно сам дым разъедал в мороз мы так делали колес с кумою ой наверное лет двадцать назад тоже были весняные майские морозы сильные и вот она зажигала дивились какие там направления витра и зажигали костри куда дым и шов даже видно у людей чагарники белые сусида капуста ну капуста поздняя думаю ничего ей не будет о, смотрите ребята сусидские чагарники какие красивые инии земля даешь и тепло а сверху конденсат и был мороз вот сереже тоже капуста это поздняя ну я знаю как работала в совхозе учетчиком даже такая у нас примораживалась но уборка продолжалась ничего ей не будет но у нас все равно потом отходила так то что перцы придется убрать вот и убрать потом кукурузу что тут робиться с небом ясным небо сегодня дейсно ясно так что еще вам показать на цьем участке где у нас были помидоры их ничего нема надо перекапывать так сюда Ольга высыпала листья вот тут где есть малина красна кустова высажена не помню чи есть там видео по-моему дивились дуже багато удобрила сюда органикой и потом органикой цей сипец перегну сюда сыпла очень много вот прям можно сказать на квадратный метр там тачка с горой даже десь больше вот Ольга всыпала сюда вот во двори мы заметаем какие есть листья или из фруктовых или из грецкого ореха падает вот сюда мы в город вносим так цей участок був оставленный под посев посадку культури я его полила потому что нема нема дождей сухо амина чтобы грунту лежался и был он больше сыпкий все мои перцы мои перцы помидорообразные ой все вас придется вырвать держала тут до последнего такие они но теки красный там а тут вот зеленый да перец он уже все ему нельзя уже больше ничего я его вырву вместе с бодилем с ботвой с корнем можно сказать и поставлю помещение там где у меня зерно хранится там воздух ну может чуть теплее чем так как помещение теплее чем в дворе а чем на дворе и прямо пускай он там или хорошо бы было когда себя практиковала ставить в погреб погреб у меня сухий и в погребе тоже только хорошая чтобы была вентиляция скорее всего я перец наверное опустил в погреб не буду я туди ставить зерновые у меня а теперь дивиться ребята как измены все у меня город я как измены все у меня участок а ну пишите комментариях вы заметили изменение или не заметили изменение на участке для люцерны все конец если есть кукуруза на огороде молода зеленая то есть кто садил позже все и тоже конец кукурузе конец и люцерны не хочу моих качки есть так высоко что смыкали и все я так понимаю что заходе соседская птица до меня на огород и по чуть-чуть жрет редьку потому что качки мои тут не ходили ну ну добре приймем ко вниманию приймем ко вниманию так ну шо це у нас сидерат висаженый вот он такий зеленый идемте сою стороной это привычно всегда по дорожке ходить пойдем сейчас межою межа это граница между двумя участками вот это соседи у нас садят все на межи дерева все орехи садят а они считают что это норма это есть неправильно потому что даже от всего йода от орехов орехов дерева ореха даже бачите горчица разница века в ней як вона росте вот я вам покажу бачите и вот тут горчица это тут картошка росла что участок и весь одинаковый так тут де булы влени кабаки тыква в общем я посчитала кабаки на то чтобы с небольшим участком если у меня небольшой участок если есть у людей там городе от 50 соток и больше от 50 соток и больше самого города то кабаки да можно садить на вот такие вот насильные чтобы лускать вот а как бы сказать садить на своем небольшом приусадебном участке ну цей участок хотела чтобы он не был вот этими сальняками запачканный тут посадила но на следующий 2023 год я буду садить теки ту тыкву яка и да от на кашу на соки пищу для меня все на насиня садить не буду не рентабельно ребят лично у меня не рентабельно знаешь всего куска стел куска сейчас мы скажем раз-два ну десять метров погонных а ширина десь метров sky 3 sky метра 3 лучше сюда заходила пускай будет грубо говоря 3 тут бы можно было мне посадить клубнику продать ягоду и за эти деньги купить уже семена тыкви но конечно тыкву нам было хороших семенов пошукать но можно найти сейчас через соседей бачишь что люди садить люди готовы продать для того чтобы они и садят но а тебе я бы купила для того чтобы соби кушать вот потому что птицями настойки нема чтобы кабак зидала кабак я разрубала они его слабо едят эта птица моя чуть больше приучена до травы вот было бы у меня какие-то другие то такие вот прорва як свиньи як утки то конечно кабак би больше ушел так что для меня цей участок не рентабельный тут высажена уже тоже азима так что не рентабельно тыкву меня садить так как и я дивлюсь по своему вообще участку у своей усадьбе у меня было три ореха потом два ореха сейчас есть один орех но он уже старый ему больше шести лет кушать его невозможно он внутри уже то есть он не вызревает орех есть изобилия листья все но внутри он бишь и сушливый чорный сейчас еще такие болячки пішли на ци орехи гнала карпить никто не будет карпить если цей орех выше твоей хаты так что купить орех тоже качественный трудно потому что большей части люди его сбивают еще зеленым есть что продают и той что роста по трассе а там уже орех он как бы напитает через листья вот тяжелые метали вот понятно что это и есть растение якое очень-очень полезно для человека но тоже надо дивиться где растение это росте ну тоже трудно купить хороший орех начи знакомых людей купляешь орех но горех гореху разница есть сами уже ядра грецкого ореха если кушать в ней есть такие сладкие и жирный есть если же сами ядра ореха они просто суховатые никакие это тоже может быть из-за сорта ну сорта как бы сказать ворона летела уронила вырис горех есть вот люди вот садят себе в городе горех я не знаю баба зина что это с ней осталось она понасадила кучу горехи в городе это и тоже вот засадил кучу горехи там по межи тим сусидам и мне по межи чего посередине города не посадить а посадить по межи там тоже люди де чагарники показывал то ти вообще геть наглево не просто сетка иде возле сетки рядышком сая я не знаю все все наказуемо орехи надо садить ну наверно дальше як крона 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 ж вона скільки накрывая пола города так что давайте вернемся до грецких орехов до их питательности сами могут это загуглить и узнать скільки там аминокислот скільки витаминов амеги и так далее но чтоб купить качественное сырье то есть я купляю грецкий орех в шкаролупе не купляйте ребята битый потому что битый вы просто будете есть вина кисляется битый там у него жиров уже меньше теряется так же само и йод испаряется надо теке в шкаролупе но найти качественный орех вкусный сладкий я знаю я раньше продавала орехи там на килограме бабушка моя колись по 100 штук мы продавали чи на десяток то у меня люди ну обычно евреи потому что продавала в центре города до стадион молочку и там все что есть ну и птица и согорода было вот так у меня еврейка одна сказала сколько будут эти орехи стоять я в тебе буду брать потому что таких сладких и таких жирных каже их и сичьте горехи и аж пальцы маслянистые да був такий орех но по своей молодости по неопытности я считается что я его угробила а мне не батько не подсказал ну и старшие люди никто не подсказали мы завезли жом свежий жом и сделала я таки колья поставила шифер мы перенесли цей жом недалеко визы жом це есть сахар на свекла и перерабатывать на сахар а сами жом возить машинами возили сейчас не возить есть сухий а есть свежий и его привозишь каотирующего в таку квадратную кучу и и он стоит он прокисает прокисает ну коровам давать конечно сначала коровам можно больше давать а потом когда жом кислый его надо давать меньше потому что корова начинает уже скриготать зубами то есть аскома кислота может трошки уменьшить молока но дают или каготированный кормовый буряк зимой кабаки дают то есть сочный корм коровам крс тоже надо и тоже надо видеться чтобы там по отельности потому что может кинуть и порез и так далее и ну на молоко это все влияет на виме то есть вернемся опять до этого грецкого ореха и получается шок кислота вид жома просачивалась в почву и ми орех начебто он рис уже трошки начал болевать но орех не будет уже старый и потом в одно время сейчас я вам скажу десь 98 год сильнейшая буря у нас была обледенение 98 99 год и цей орех нам просто если коренья его кислотой уже омертвилися то нам его завали витер утром встаешь а в тебе все ограда то есть весь забор який на улицу он все повалилось так что орех да можно найти но даже той продавец он ну как бы и хочет купить домашний потому что орехи если бьют если бьют орехи чтобы он был кашка била они бьют его еще зеленым а еще геть зеленым его там мыют вымывают но он делается кашка вона не досозревает всех всех витамин не набирает и потом как мы его уже ему уже в шкарлупе вот например я куплю и буду есть его в ноябре в декабре месяце он внутри дает горчинку ну и мне продавец у якого я уже купила сетку ореха она сказала его вымачивать в воде скажу зачем покупать натуральный продукт с природы да зачем покупать чтобы потом его вымачивать в воде ворона не вымачивает белочка его не вымачивает почему человек должен покупать его вымачивать еще в воде мы должны разбить цей горех и просто скушать его зачем его вымачивать ну в общем купила орех не дуже важный но уже купила но буду еще шукать может дивляться мене кто зрители украины если у вас есть хороший сладкий вкусный жирный горех и який самопроизвольно падав виттере избивал то есть он созреве упал я готова его ребята купить в личных целях кушать цены тоже там продажи не продажи и так далее если есть у вас излишки качественного ореха я бы купила ну отправите мне почтой и рассчитаюсь все нормально так что пишите мне 067 347 68 32 так тут у меня земляничка садова вот воно в таком состоянии осталось а вот тут бачите таки ревчака тут когат такий там сипався прямо с помета сборників перепелов помет куриный помет и тут уже я добавила потому что я куриный помет уже цей перепелиный уже ниже мне надо было добавлять тут по моему читачку чешу я всыпала уже такого перегну я сыпца так вы уже бачите тут на участке немае морковки морковка спасибо ей спасибо лениным пальчикам что ту морковку прорывала бурьянцы дуже багато пурлок талака было и мушия вот вырвали морковка шикарно хороша не показывала вам яку не вырвала уже сейчас покажу у нас земли ботва оторвалась а сама морква не вытянулась ну морква надо мне таку морку садить як есть великан есть как же называется королева осени чтобы она была как кормова мне надо такую кормовую для птицы горошек можете тоже садить горошек литом он будет вам в осень молоденький но это так успеет визрить не успею он еще бы конечно був если было тепло або ранее посадить но стручки есть горошка так и на цем вот вот бачите який горошек бубочки эти стручки тоже я сушу я убираю горох горох и субим и замораживаем то стручки я выбрасываю на чердак сушу и потом добавляется в корм при замесе для перепелов ну и для цыплят это как уже сказать белок растительное происхождение по сартрикаю по сартрикаю ой сладкий вкусный у меня горошек я не знаю его сорта но я садю он вкусный это клубника розанна киевская яка была высажена весной она погорела трошечки оставалась тут ее я кинула тут и цибулю и потом сушили в дегидраторе чеснок и тут потом посадила буряк той что на винигрет ну борщевый цилиндр такий то у меня тут его вот только из этого куска сейчас вам даже и покажу точно знаешь тут пересапано это уже не считается вот из этого куска у меня мешок буряка а тут давайте посчитаем шагами раз два три три шага и у меня получился здоровый буряка это в этом году вообще красотища по буряку по моркви тоже так ну все вот тут я вам показала рассказала пишите в коментариях потому что то что я сделала на участке я вам сейчас показала но не говорила напишите что Лена сделала тут где была у нас клубника вебенил мы убрали весною ягоду и потом я перекопала посадила пересапа то есть и тут я посадила сахарную кукурузу и огурцы убрали огурцы убрали кукурузу так у нас получился двойный урожай уже урожай клубники у нас будет там наверху так королева Елизавета вот столько розеток будем делать ее пересадку кто-то скажет поздно ну ничего страшного поздно не поздно это был все равно сейчас мороз потом попустит тепло это вот она это что выжила вот тут там она болела чем могли тем спасали такую клубнику ремсорт их надо подкармливать минеральными удобрениями а я ребята не выезжала знаешь тут у нас что была русановка после цели русановки мы убрали ягоду и тут я высадила помидоры рассадой и цибулю тоже помидоры желтые очень вкусный сорт есть у меня обзор на канале кому надо мы можем продать вам семена ну и не только по семенам знаешь тут у меня клубника это же ж грозана киевская маточник мы ягоду убрали вот там где поливочная шланга у меня была земляника садова тоже ягоду убрали садила тут я редиску чтобы не пустовало время редиска очень вкусная сочная крупная получилась ну и думаю чтобы опять же не пустовало время ой место значит землянику садову уже убрала маточник так как у нас молоденький там есть аж в самом верху кустики вот это мы оставили на розеточки я сюда добровольно перевалку сделала диньи и тут же ж опять чтобы не выгорела моя клубничка чтобы сонце ее не пожгло чтобы у нее было силы пустить вот такие вот розеточки я посадила я посадила кукурузу и были высажены диньи кукурузу сахарную кушали мы все вместе и собакам оставалась потому что варила я ведрами вот и собакам и котятам и курям выбрасывалась и гусям в общем все у нас кушали кто ботву кто качанчики дабы не пустовало место бачите как поморозило сегодня воскресенье сегодня воскресенье и таки мороз шестнадцатый по моему да по моему шестнадцатый шестнадцатый октября две тысячи двадцать второго года это уже таки серьезный морозец так вот так ребята по малине там у нас желтый гигант я вчера еще вечером производила небольшую деятельность на своем участке и пошла с удовольствием полакомилась малинкой ну думаю малинки там ничего не будет для ягодки а оставшиеся ягоды не знаю чего не будут дальше зрить побачим оставим текроны по крижовнику крижовник у нас разрезся шикарный и с ним надо будет обработать вот верх листову покрапить и конечно верх участка нам надо будет поработать с ним подкормленный он на протяжении как бы сказать весны вот такие бачите вот такие бугор это все постепенно идет насыпь подстилки курина или помета перепелиного солома земля и крижовник який був высаженный на уровне площади цему крижовнику ну если моему сыну двадцать мне легче просто считать вот ему десь двадцать вот это на одном месте и постоянно присыпается присыпается если вам видно потому что мне сонце сейчас засветит кусты по урожаю я показывала який урожай вот и это все вот на открытом пространстве на открытом солнце росте у нас крижовник и им уже очень много лет вот так ребята осталось мне что делать не хочу сказать работу но еще мне надо будет очень много чего сделать на участке верхняя половина уже все решено только вот тут где корешки выкапывать тут будет засаживать отсюда убираться клубничка буквально днями завтра послезавтра это тоже у нас рем сорт королева Елизавета тоже будет убираться корешки уберутся на этом участке надо будет перекапывать не мотоблоком а перекапывать как там я перекапывала вилами с внесением очень много перегноя 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 мне надо его убрать оттуда вот и тут знаешь цей мы кусок засеемо с осени поздно но засеемо будем надеяться что все будет хорошо если вороны нам тварьи не навредят ну а цей участок мы его перекапаем и оставим под на следующий год то есть этот участок мы будем перекапывать с внесением перегноя навоза и будем разбивать грудки под посев а цей участок я буду перекапывать с внесением перегноя навоза но оставлять вот такие вот груди большие я их не буду разбивать это есть в зиму так и сейчас я вам покажу морковку я убрала значит по свеклу по буряку листя выбрасывается курем вот осталось чуть-чуть выбрасывается курем кури съедают листя остаются одни штурпачки по морковке ботва морковки ее надо винести на чердак розстелить и там вона висохне висохне не от сонца а вона и висушить мороз то есть мороз воздух и если днем есть сонечко значит мороз витяне влагу так что это тоже является кормом как для курей и как для перепелов зимой январь февраль подкормка идеально сонечко сейчас я вам покажу бачите вот такие груди надо оставлять на весну лучше между цими грудками будет вот вот так и вариант копать грунт это в зиму до весны то есть до весны а морозом потом мороз, влага он будет эту почву потом раскрышивать и весной хорошо грабельками брать и разбивать вручную граблями если делать это все вручную граблями очень хорошо втягивается пресс, не висит живот, живота не мая хорошая работа и пресс это есть, как для мужчин потому что очень многие мужчины стали похожими на девочек мужчина должен быть похожий на мужчину потом укрепляются мышцы спины мышцы спины красивые вы же крепкие, вы же должны свой кистяк скелет хорошо держать и руки мужские бицепсы похожи естественно на мужские руки и мужчина становится похожим на мужчину а не на девочку вот так да, тут картошечка да, тут картошечка что это еще мороз ой, что солнце на ней не пошло не поднялось будет ожог то есть ожог получается это мороз так бывает у нас и в мае месяце кто садит в мае картошку вот всходе в мае месяце картофель это даже 20 числа 22 числа мая вот и потом бьет и мороз все вона солнце взъедет вона почернее так же самое помидоры рання рассада почернее и все как бы сказать повреждений ну это уже расти дальше не будет картофель может пустить с корня новой уже новой парстки так у нас уже было грохочет грохочет так по деревам листья у нас еще есть надо будет вообще садок обработать железный купорос лимонная кислота мочевина не помню состава надо будет уже листочки потрохи будут падать надо обработать сами дерева и дерева и смородину и крижовник надо будет обработать так что ребята не надо думать что это только мы в садок приходим или на город приходим только тогда когда нужно собрать урожай надо еще закладки делать с осени ну я не такой уже там сильный садовод я не такой там сильный садовод но по чуть-чуть сами себе обеспечаем пишите в комментариях как у вас обстоят дела я территориально проживаю первомайск николаевская область а це украина вот ну что тут наша фига наш инжир наш инжир в зиму мы тебя спрячем пишите что у вас там померзло что оставалось на городах сейчас я вас отведу до себе от на компостную кучу юки юки не скачи лопата сломана вила вот тут у меня топинамбур топинамбур полис 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 аж вот винда аж в навоз запрятался вот топинамбур тоже является сочным кормом подкормкой я его сейчас добавляю в супы даже бросаю три тампинамбура на две картошки и мовчу не говорю сынови він есть и Ольги не говорила а Ольга каже мама что ты за борщ сварила в общем ребята так как варить красный борщ без буряка и так же как варить зеленый борщ с кваском и там и патиссон суккини не патиссон суккини там только были в общем такий овощный борщ сварила дети говорят мама что ты сварила мы не можем понять что воно есть потому что там есть и капуста но нема буряка есть как бы сказать квасок но нема перепелиных яиц что ты мама там сварила вот но овощинка отварна очень вкусно как делаете вы например там рагу соляночки Лена делает так не заставится долго на кухне я вот захотела пирожки с капустой и пожарила пирожки с капустой как я себе ребята карала в том смысле пирожки вкусные я очень люблю пирожки с капустой именно жареные но их это очень редкость но готовлю как я себя карала что я час времени потеряла на кухне стоя у плитки и жарить это все и думаю обои обои а женщины начнете цвести и будут морозы но мои прогнозы меня не не подводят сколько девочки вы тратите оставляете время на кухне и плюс жареное оно не очень полезное оно не очень есть полезное это жареное и как поясешь этих пирожечков жареных а потом на утро встаешь а в тебе горчить в рту ну может у меня такий организм ненормальный не знаю так песик оцей сусидский что сусид его спас забрав его соби чтобы ему его не усипили видишь ты греется на солечку потягивается вот я говорю Сережа молодец спасибо тебе что ты его спас он и сам ходит дивится на цего песика и говорит ну что живий дивится какой он товстенький у него став кормит его а товстенький какие ты сколько дней пройшло товстенький став надо остается всем всего доброго всем пока а Леночка пиде сейчас натерти натре кабака натерти кабака кашу я сварила с кормом перемешаю все и курям дам тепленькое и курям дам тепленькую ежу яйца у нас ребята подорожали в общем в общем дам 60 65 гривен десяток переводьте на курс в якой вы стране проживаете вот в магазинах АТБ в магазинах АТБ там 55 гривен и по-моему вот не буду обманывать что-то люди писали ну в общем что-то дорого дорого яйца куринь а почему же тоди будет мясо курине почему если яйца уже в такой цене в два раза яйца а вот когда началась война это что было март месяц то яйца куриньи в магазинах АТБ были от 11 гривен десяток 13 гривен десяток вот такая была цена а вообще то их стабильно была цена 25 36 вот так она была вот а потом перед войной упала было 11 13 а сейчас это считаете октябрь месяц цены вскочили 55 65 это в АТБ там 55 чем-то может и 60 но на рынке я не знаю почему домашние яйца я ними не торгую у меня есть такие клиенты мои родные но и в общем пишите комментарии кто рад был меня чути тоже можете написать комментарии сколько меня тут не было ну пускай пару дней да на эфир не выходило на видео то есть не выходило как там у нас все дальше будет никто не знает всем всего хорошего пока пока пока